Добрый день, коллеги. Мы рады вас приветствовать на пресс-инференции, посвященной началу работы секции цирк и уличный театр. Вы знаете, что наша секция одна из самых ярких, наверное, на форуме, одна из самых непредсказуемых. И каждый год она отличается не только числом представительных гостей, но и многочисленными мастер-классами и практическими занятиями, которые проходят в рамках секции. Я очень рада представить вам руководителей нашей секции. Вячеслав Иванович Павловин, заслуженный артист Российской Федерации, всемирно известный народный артист Российской Федерации, всемирно известный клоун, представитель и организатор достопамятного каравана мира и художественный руководитель Международного Центра, Театрально-культурного Центра Славы Павловина. Дмитрий Евгеньевич Иванов, директор Российской Государственной Цирковой Компании. Лариса Афанасьева, директор и художественный руководитель Упсела Цирка. Я представляю этих трех людей вначале, поскольку именно они будут являться руководителями-модераторами двух-трех наших подсекций. Вячеслав Иванович руководит подсекцией «Новый цирк и уличный театр», Дмитрий Евгеньевич руководит подсекцией «Индустрия цирка» и Лариса Афанасьева руководит очень важной для нас секцией «Социоцирк». Также хочу вам представить присутствующих здесь и участвующих в работе секции «Народного артиста России» директора Большого Московского Государственного Цирка Гагарда Вальтеровича Запашного. Джона нашего зарубежного госта Джона Килби, который является почетным президентом Международной Ассоциации стран-клужих театров. А также Наталью Добачникову, которая является модератором секции, она театровецкий, театральный критик, душа нашей секции. Хочу отметить также, что в зале присутствуют другие участники нашей секции, не менее известные в нашей стране и за рубежом артисты, директоры. Это «Народный артист России» Аскольд Вальтерович Запашный, художественный руководитель цирка Навернадского. Это Анатолий Павлович Марчевский, директор и руководитель Свердловского цирка, Екатеринбургского цирка. И Павел Брюн, режиссер, сценарист и заместитель директора компании «Драгоны». Я хочу сказать, что наша секция будет работать по трем направлениям. И я бы хотела сегодня предоставить слово тем, кто будет непосредственно руководить этими секциями. И вначале попрошу рассказать о том, что нас ждет в течение этих трех дней. Вячеслав Иванович, прошу вас. В этом году, так как у нас плакат «Искусство и революция», и мы подумали, что это такое связано с революцией в нашем искусстве, существует риск. И поняли, что вот как раз у нас назвался сердце «Искусство и театр», а «Уличный театр» пока было в очень малом и немом месте. А в периоды революции и вообще социальных стригов «Уличный театр» самый отзывчивый, самый энергичный, самый ученый. Поэтому, подумали, пора рассказать про «Уличный театр» и разобраться, что произошло за последние годы 50. Они, конечно, надеялись на волне революции 68-го года. Они все ученики театра были, как из гнезда. И сейчас уже это такие раскурженные, мощные, знающие. Я не знаю, что последний спектакль «Уличного театра» собирают миллионные аудитории и имеют такую сутку технологий, которые так же вдруг мы себе представили. И поэтому мы решили подвести итоги этого. 30 лет, когда мы взяли мирового, и, кстати, вот когда мы все дети начинали, это уже примерно после Чернобыля. В 86-й год. Значит, первый спектакль назывался Чернобыль. Вот началось с этого. И сейчас вот уже достаточно много лет уже нового возрождения «Уличного театра». Первый, наверное, современный взлет «Уличного театра» был уже революцией сразу, когда на этом «Борцовом площади» показывали десятки инфекций, и «Борцов, Виттер» ездили, это, соответственно, «Крузовики» с оркестрами, артистами и так далее, и «Хлопков», «Юлиновы», «Мирхоль» и множество людей наших фантастических профессоров создавали полотно-таки на десятки тысяч человек-участников, в общем, «Виттер» и во всей стране. Поэтому в этот раз мы будем вспоминать, мы выпустили очень большую книжечку, где все это можно прочитать, вы, 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 все активы, вот такую книжечку замечательную. Вот, и там впервые собралось все, что было за последние пары на своем месте, в конечном взятой России. И мы думаем, вместе со своими коллегами, мы поналетели к нам из разных стран, из Голландии, на Италии, Англии, Франции, значит, обсуждать, что же, почему же пришел «Уличный театр», каким он будет сегодня. Вот примерно, кое-что от этого. Благодарю вас за этот рассказ. И я хотела бы предославить слово Дмитрию Евгеньевичу Иванову, который руководит секцию «Индустрия цирка». Там тоже ожидается очень много интересного. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего... Сейчас слышно? Добрый день, уважаемые коллеги. Максимально, я думаю. Хорошо. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить за возможность участвовать в этом форуме организатором Министерства культуры и лично Министерства культуры, Министерства Владимира Сиславовича, Петербургу, который любезно предоставил эту деловую площадку, потому что мы в течение вот этих трех дней пообщались, в очередной раз встретились, говорили, но прежде чем вначале рассказывать о том, что нас ожидает в рамках проведения секции «Индустрия цирка», я хотел бы представить еще нескольких людей, очень важных, очень знаковых и значимых. Народная артистка России, главная режиссера российской государственной цирковой компании Таисия Анатольевна Корнилова. Таисия Анатольевна, важная субъездка. Занестия генерального директора... Спасибо большое. Занестия генерального директора цирка на Цветном Бульбаре Лидии Ивановне Самойловой. Мы специально пригласили Лидию Ивановну для того, чтобы Лидия Ивановна имела колоссальный опыт по организации зрителя, по части продюсирования, по образовательному направлению. И мне бы хотелось сказать, что, наверное, впервые за многие годы с подачей Лидии Ивановны мы совместно с школой-студией Московского художественного театра в следующем году будем набирать курс для обучения менеджеров цирка. Продюсеров на продюсерской факультете Владимир Киллевич Урин, директор Большого театра, вместе с Игорем Ивановичем Золотовицким открытывались на наш подым. И вот это вот большое событие тоже нас ожидает в следующем году. Это просто для информации. Что же касается секции Грузии и цирка, мне очень приятно приветствовать наших знакомых, близких, друзей, которые откликнулись на наше приглашение. И в этом году практически в два с половиной раза больше участников нашей секции. 57 человек, если в прошлом году было порядка 20, в этом году 57. Мы планируем подписать на деловой площадке несколько международных соглашений. Для нас это очень важно, потому что подписание соглашений является неким показателем проведения и уровня международного культурного форма. Темы для обсуждения, на мой взгляд, мы выбрали очень интересные. Это проведение и организация фестивального движения как некая высшая точка и высший показатель для архивистического состава и нас. Вы знаете, в мире существует несколько фестивалей, которые являются ориентиром для циркового артиста, где цирковое сообщество собирается и подписывает множество контрактов. И для нас это очень важно. И сама методология, принцип организации фестивалей для нас будет очень полезна. К сожалению, миссия Мурспилс, ведь везде фестиваль Мурприкарва по Авито, причина не смог приехать на русславном видеообращении, из которого мы сможем понять часть этой проблематики, которую она озвучивает на наших совещаниях и заседаниях. Вторая тема — это тема режиссуры цирка. Она достаточно особая и специфическая, где есть и антольна, и оскольк вам, конечно, болит о тайнах режиссура, или, по крайней мере, пытаются приоткрыть эту тайну, поскольку театральный режиссер, режиссер музыкального театра, режиссер кукольного театра, режиссер кинематографии — это профессии, весьма отличающиеся от того, что делается в цирке, и нам это будет крайне интересно. Этой теме мы посвятили достаточно большое время. Еще один очень важный компонент в цирковом спектакле, я думаю, что впервые мы на форуме об этом будем говорить, музыка в цирке. Музыка в цирке — музыкальное сопровождение, фотография, живая музыка, драматургия в музыке, написание музыки. Как это может помочь номеру всему аттракциону или сквозному действию драматического спектакля, об этом расскажут композиторы, которые непосредственно и очень большое количество времени работают с цирковыми артистами, создавая музыку для цирковых спектаклей и отдельных номеров. Мне очень приятно, что в этот гаду нашу секцию, впервые нашу секцию проводим историческое здание. Здание, которое было реконструировано благодаря усилиям Министерства культуры. И в 2005 году цирки Ченизели, который в этом году отмечает, кстати, 140-летие, одно из самых старейших зданий на Российской Федерации, стационарных, каменных зданий. И это очень дизельно 140 лет назад построили, открыли это здание. И мы сегодня гордимся жемчужиной архитектуры, жемчужиной цирковой архитектуры, потому что Санкт-Петербург очень повезло аналогов таких зданий в России с ней разъемные. И наша секция впервые, как я уже сказал, будет проводить свою работу именно в Санкт-Петербурге. Вот, условок о том, какие у нас планы на эти три дня. Мы ожидаем приятное общение, подписание контрактов. И для нас это очень познавательно. Ну, еще один повод встретиться все вместе и обсудить те проблемы и достижения, которые есть в мировом Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге. Спасибо вам большое. Спасибо, Дмитрий Евгеньевич. Я хотела бы предоставить слово модератору под секцией социум-цирк Ларисе Афанасьевой. Она нам расскажет о том, что будет сделать эта секция в ближайшие дни. В первую очередь я хочу сказать заведено большое спасибо Наташу Табачеву и Фаре за то, что вообще секцию социум-цирка вы прокачали, потому что похоже тема социального цирка в нашем обществе, в нашем пространстве она до определенного момента эта тема не была никак затронута и казалась чем-то неважной, интересной и так далее. Но за это время, за пять лет были различные дискуссии на эту тему, как работать с людьми с ограниченными возможностями, как работать с трудными подростками, как вообще, что такое детское творчество. Очень много разных тем. А в этом году мы затронули такую вообще на самом деле у всего цирка это единственный в мире цирк для хулиганов. Мы работаем с детьми групп социального риска и с детьми с ограниченными возможностями. На сегодняшний момент у нас циркой занимается 70 так называемых трудных детей и подростков. У нас построен стационарный шатер в репертуаре четыре спектакля и в нашей спектакле я бы все поставлен Яны Туминой вошел в шорт-лист «Золотой маски». И в этом году старшая группа детей побывала на Денбургском фестивале и была признана критиками театральными как современный цирк в России. Мы в этом году вообще коснемся темы цирка и театра в местах закрытого типа для детей. И мы приглашаем на круглый стол вообще русских, европейских художников, режиссеров, которые эти проекты сделали успешными и которые смогли изменить внутреннюю систему образования в этих учреждениях. Упсела цирк в течение пяти лет работал в закрытии школы номер один. Мы поставили документальный спектакль «Точка», где воспитанники рассказывают о себе. На самом деле с единственной целью для того, чтобы выйти на диалог и вообще поработать с нашими стереотипами по поводу того, что эти подростки не поддаются никакому воспитанию и что это потенциальные уголовники, которые потом 80% детей возвращаются в колонии. Есть такая статистика. Вот так вот, мы пришли туда с командой молодых ребят-паркуристов, с ребятами-акробатами, жонглёрами, с ребятами, которые владеют видеомэппингом, документальным театром, звуковыми эффектами и создали этот спектакль. А пока мы проводили этот проект, ко мне подошли учителя это закрытая школа и сказали, у нас за время проекта не было ни одного победа. Ну и вообще состояние вот агрессии в общем по палате снизилось. У нас было социологическое исследование, и мы на самом деле пригласили вот тех самых коллег, которые работают в этих закрытых учреждениях, для того, чтобы вступить с ними в диалог и подумать, каким образом мы можем сделать жизнь подростков интересной, потому что на самом деле хулиганская энергия это самая важная энергия, это то, что нельзя корректировать, это то, что нельзя исправлять, это то, с чем нужно работать. И современный цирк в этом смысле является мощнейшим инструментом. Вот, поэтому приходите к нам и будем работать с самым важным, с детьми. Извините, извините, не будем работать, потому что это что такое работать, а будем находить какие-то контакты и диалог. Вот, это важно. Хочу обратить ваше внимание, что в этом году работа в секции посвящена теме фестиваля. И у нас на будем присутствовать представитель московского фестиваля Игорь Гидал, это Вальтерович Запашин, пожалуйста, прошу вас вам с нами. Здравствуйте, дорогие друзья, попробую сразу быть громким, дабы вижу, там в конце не все слышат. Здесь была и брошена фраза, она сказана фразой, мне кажется, она очень важная, индустрия цирка. Я хотел бы отметить, что на сегодняшний день индустрия цирка существует фактически только в нашей стране. Китай сейчас идет по дороге Советского Союза и пытается создать такую же индустрию цирка у себя в стране. И это очень важно. Почему? Потому что современный мир по-другому стал относиться к цирку. И в европейском цирке, в американском цирке сейчас есть большие серьезные проблемы. я убежден, что благодаря вот такому государственному прежде всего вниманию, то, что мы с вами присутствуем на государственном форуме, на международном форуме, основная задача это сохранить то наследие, которое мы имеем. Российский цирк, русский цирк сегодня по-хорошему держится на трех очень влиятельных компаниях это компания Росгус цирк как самая большая цирковая компания в мире, большой московский цирк являющийся самым большим цирком в Европе и единственным частным стационарным цирком в нашей стране цирком Никулина. Вот эти три монстра сегодня в хорошем смысле слова монстра сегодня являются гарантом сохранности российского цирка. И я очень рад того, что отношения между нашими компаниями сегодня являются действительно показательно привлекательными. У нас у всех есть диалог между нами. Мы действительно готовы создавать условия для других видов искусств. Для социального цирка, для социального цирка, для уличного цирка. готовы помогать, готовы принимать всяческое участие во всем этом. Здесь есть директора других цирков, независимых цирков и цирки Якутии. Здесь присутствует у нас один из самых дальних цирков нашей страны. Фестивальное движение, про которое Дмитрий Евгеньевич сегодня сказал, это одно из самых важных направлений, потому что это есть международное общение. Вот буквально сейчас проходят гастроли Большого Московского цирка в Турции. До этого мы провели гастроли в Азербайджане и Тбилиси в Грузии. И я вам скажу, бешеная популярность, безумная популярность российского цирка сейчас на этих площадках. Мы заполняем стадионы по 10-12 тысяч. Это говорит о том, что цирк, язык цирка по-прежнему остается международным. Язык цирка помогает сегодня нам общаться, какое бы напряжение не существовало между нашими странами. С Грузией время от времени у нас появляются какие-то недопонимания. Я специально спросил у наших артистов, как вы себя чувствуете. Я говорю, великолепно, зритель, благодарный, он к нам приходит, аплодирует стоя, радуется, что мы к ним приехали. И это очень важно, сохранить вот это наследие. Очень важно сохранить вот этот язык международный, потому что цирк не требует перевода. Цирк не привязан к религии. Цирк не привязан к национальности. И фестивальное движение это прежде всего объединение под одним куполом сразу не один десяток стран. В следующем году компания Росклусы в цирке Ченезели будет проводить международный цирковой фестиваль. Мой брат, Асколь, являющийся главным режиссером фестиваля «Идол», уже пятый год успешно на арене большого московского цирка проводит фестивали. И я все это подвел к чему? Что я благодарен вам за то внимание, которое вы сегодня оказываете нам. Сегодня большое количество прессы пришло, цирк в России сейчас является на хорошем подъеме, про нас говорят, про нас пишут, про нас критикуют, и это тоже важно, раз нас критикуют, значит, мы все живы, большое вам спасибо за то, что сегодня все пришли. Если будут конкретные какие-то вопросы, я с удовольствием на них чуть позже отвечу. Спасибо. Спасибо большое. Наша секция называется «Цирк и уличный театр», и в этом году мы очень рады, что к нам приехали многочисленные директоры фестивалей уличных театров, и в частности Джон Килби, которому я хочу предоставить слово. Прошу вас. «Цирк и театр», «Цирк и театр». В самом деле, я не буду говорить о театрах, festивах, но но больше в мою позицию как основной основной представительной организации «CITY», который называется «Centre Internacional pour le Théâtre Itinerante». Это федерация путешественных театров. There are about 60 theatres federated from Canada, from Morocco, from Niger, France, Switzerland, Belgium and Germany. And these theatres are not looking for a large public. They're actually going out into villages, sometimes with horses and carts, and that's how they travel. There's one company that actually walks from place to place, looking for a public. There's another company that works with bicycles, so they recycle a little bit further. And there are also bigger companies which work with theatres tents and attract to a bigger public, but never more than 500 people. And we don't have a representative of travelling theatre from Russia, which is something that I'd really like to put out there. If there are people who are travelling with theatre, do come and see me and we can talk about that. Well, I think that's about all I've got to say, really. Apart from the Mia Caravan and thanking Davai Davai Natasha for inviting me, and Sava of course. And I worked with Sava and Horatio Churto and others in creating the Mia Caravan in 1989, which was historical. In terms of, actually, it was from this tour that the city federation appeared. And that was because we were travelling together and crossing borders, crossing borders like they weren't there, which is amazing. If you think in 1989, the amount of bureaucracy travelling from Russia through Warsaw, through Czech Republic or Czechoslovakia as it was, Germany and on into the bicentenary of the French Revolution. So, when Sava talks about the revolutions, it was a revolutionary time. And I think that's how it was. Thank you. Thank you so much that you might see us at the next one. I'd like to ask. Now, I'd like to ask. Dear friends and colleagues with your guests, if they have questions, please, do notchten to start. Please, 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 please. Please, 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 please introduce yourselves and review from what you have published. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Он является будущим, он является настоящим. Я все понял, Дмитрий Евгеньевич до этого уже все ответил. Я просто *** добавил. Давайте дальше. Короче, я Вин Кипломат. Я Павлину Полунину. У нас в свое время, в современном, было очень много знаменитых клоунов. Рандаш, Попов, Ингебарян, Николин. Вы современных сегодня можете назвать и как их воспитать? Меня слышно? Современных могу назвать. Леонид Лейкин, Шигалов. Просто гениальные два клоунов. Я сразу не скажу, но я думаю, что десяток их русских современных блестящих клоунов существуют. Карминцев Николай. Николай Карминцев. Может быть, я просто не Лейкин. Он гениальный. Я хотел бы добавить. На самом деле, кризис жанра существует, без сомнений. Мы это знаем. И, понимая эту проблематику, буквально, что называется, свежая информация, мы в Центре циркового искусства открыли мастерскую клоунов под руководством Андрея Леонидовича Шарнина. Это, кстати, взаимодействие большого московского цирка и российской государственной цирковой компании. Это впервые было сделано в Голландской мастерской. Мы открыли штабное расписание. Мы открыли финансирование. И буквально вот-вот на днях мы объявим кастинг для набора 10-15 человек. Но это будет первый вот такой посыл. Пусть из этих 15 человек останется 2-3. И это уже будет то самое движение и решение этого очень важного, очень острого вопроса. Вы знаете, я хотел бы озвучить клоунское трио, которое сейчас поедет на фестиваль «Будапешт», в явлении у Будапештского цирка очередной фестиваль. И наши клоуны, я считаю, что это открытие. Это было открытие сделано на фестивале «Интол», в котором он только-только в сетевлении сопрошел. Это клоунское трио без носков. Непли еще ни разу в Санкт-Петербурге обязательно вам их покажет. Мы знаем об этой проблеме. Мы сами от этих озабочены. И поверьте, мы в ближайшее время, в ближайший год-два сделаем все для того, чтобы сбалансировать и выравнивать эту ситуацию. Спасибо вам большое. Я добавлю по поводу этой истории. В этом году мы сбросились на двоих «Джанго», «Шайна» и «Я» и открыли ее международную школу. В этом году она месяц проработала. И теперь ежегодно будет месяц эта школа на проработку. Прошу вас, Владимир. Елена Серова, Радио России. Вопрос, прежде всего, Вячеславу Ивановичу и Виталия. Наш балет русский, российский, назовем его так, давно борется за чистоту, за свою чистоту. Театр сейчас остро поднимает вопрос своей школы, российской школы театральной. В цирке как таковом есть понятие национального цирка? Вот нам есть за что бороться? Или здесь у каждого жанра есть свои традиции, которые как-то сохраняются и передаются? Или, может быть, даже у каждого артиста великого есть своя школа и его ученики? Вячеслав Иванович, мне позволил начать первым. Ну, я фактически уже в самом начале сказал, что основная задача, основная задача нас, русских людей, это сохранить наследие, которое мы имеем. В нашей стране существует более 40 стационарных зданий. Сейчас в цирковой индустрии в нашей стране трудится порядка 4 тысяч человек. Это большая армия людей. Я думаю, во всем мире в цирковых компаниях не наберется такое количество людей, сколько работает сейчас ежедневно у нас. Поэтому, конечно, мы делаем все для того, чтобы сохранить. Конечно, мы делаем все для того, чтобы иметь будущее, быть актуальным, создавать новые спектакли, идти в ногу со временем, быть интересным зрителем. У нас создаются спектакли уже нескольких видов. И с животными, и без животных. Есть отдельные направления. Вот здесь присутствует Анатолий Павлович, Марчевский директор Дикотековского цирка, который отдельно, специально для сохранения и популяризации собственного жанра, который проработал всю жизнь, организовал фестиваль клоунов, который уже не один десяток лет существует в Екатеринбурге. Другое дело, что он не так хорошо освещается, как хотелось бы, потому что находится в Екатеринбурге, и его удаленность не позволяет сегодня слышать отголоски в других городах. Но он очень сильно старается, и компания «Росгосцирк» это поддерживает. Плюс я сказал, что основная, как мне кажется, международная задача цирка – это представлять Россию за рубежом. Потому что канадский цирк вовремя доказал правительству Канады, что в Канаде не так много есть, чем хвастаться на международной арене, кроме НХЛ. Ну что мы с вами еще знаем про Канаду? Давайте с вами будем честны. Кленовый сироп, если кто-то пробовал. Да, хоккей. И вот канадское правительство вовремя, вовремя приняло решение поддержать свой национальный цирк, и сегодня это тренд мирового уровня, который поднимает флаг во всех столицах государств. И мы должны пойти по тому же пути поддерживать наш национальный цирк. Здравствуйте, можно попросить? Вячеслав Таванович, вы будете что-то добавлять по поводу нашего? Да. Адолбин. Прошу вас. Добрый день, можно напросить? Дмитрий Екельевич. Слышно? Да, да, да. Дмитрий Екельевич, вот у меня вопрос к вам. Я хотела уточнить, как представители прессы, почему совершенно цирк не популяризируется только на культурном форуме, приехали все ведущие, вот благодаря, в первую очередь, Вячеславу Полунину, ведущие деятели циркового искусства. А даже, когда была пресс-конференция в Эдартазе, которую организовали в Москве, были все представители, кроме, ну, ну, Музырчука не было, ведь никого не было из цирка. И вообще ни слова не было сказано про цирк, и, в принципе, все держится только на представителя династии Заквашного, как у Дазаровых, может быть, еще несколько имен, которые мы знаем. Это зависит от чего? От прессы? Нет интереса? Или как вы считаете? Вот этот вопрос хотел бы я вам задать. Вот этот шар вам, ваш шар. Ну, лично я много пишу про цирку, извините. Спасибо вам большое, конечно, спасибо. Ну, на самом деле, для того, чтобы что-то освещать, должны быть события, согласитесь, без сомнения. И вот к этой событийности мы стремимся. Но в одночасье сделать все невозможно. Для этого нужны два компонента – время и день. Если вы адресуете этот вопрос сейчас ко мне, то я всего 14 месяцев работаю в качестве генерального директора компании Росгуссер. Я хочу сказать, что, наконец-то, наверное, впервые за многие годы у меня очень обстоятельный разговор состоялся вчера с первым каналом, который готовы сегодня, в преддверии будущего очень важного события, столетия советско-российского цирка, обратить внимание на освещение как династий, династий цирки, так и на цирк вообще. И, поверьте, у нас есть сейчас очень такая, так сказать, серьезная программа информационного освещения, и вот те событийные рэперные точки, которые мы сегодня объявили, мы обязательно воплотим в жизнь с вашей помощью. Еще раз говорю, для того, чтобы что-то освещать, должно быть явление. Я социолог, и что я услышал сегодня, на мой взгляд это очень важно, что цирк берет свою функцию социальную, государственную, это обращение к Капавлицкой социальной цирке. И вот здесь социологи тоже могут раскрыть этот феномен, потому что вот мы степенарты, все-таки цирк – это цирк, но вы же решаете социальные проблемы. И в этом плане у нас как наук, у нас очень много есть желания вот рассмотреть культуру, как осуществует феномен, который очень мягко, очень точечно, очень корректно разрушает социальные проблемы. Поэтому я с вами... Вы без вопросов, да? Прошу вас... Нет, просто ремень. Прошу вас еще последние два вопроса. Добрый день, Надежда Фадкульна, Комсомольская Прага. У меня вопрос вот как раз таки связанный с празднованием столетия цирка. Хотелось бы узнать поподробнее, может быть, по программу, что планируется, как мы будем отвечать на эту замечательную дату. В реале мы сегодня ответим более подробно, поскольку сегодня есть только посыл о том, чтобы 19-й год стал Советско-Российский цирк, годом Советско-Российского цирка. После этого будет планы распределения, и тогда уже более подробно мы сможем сказать. Давайте чуть-чуть подождем для того, что мы отдельно посвятили этой теме пресс-нифигенции. Будьте любезны, последний вопрос. Я студенту курса. У меня был такой вопрос. Каким образом меняется сознание человека, когда он попадает в театр? в театр? Я не включаю. А не включаю. Я вместо того числа права. Значит, сознание, это знаете, как у кого? У кого какое сознание. Тут зависит. Но для того, чтобы... Я просто хотела бы в качестве ответа на ваш вопрос предложить, предложить вам прийти на наш сеть, послушать, о чем говорят, действительно замечательный, высочайшего класса и уровня, невероятной мощи личности, которые приехали в нас. И вы поймете, как все это поменяет вашу работу. Вы вас приглашаем. Я хочу тем самым, если вы позволите, завершить уже наш разговор. Я действительно всех вас приглашаю на наши подсекции. Разговор везде будет очень интересный, очень высокопрофессиональный, очень увлекательный. И мне думается, что действительно проблема, о которой только что говорил Дмитрий Евгеньевич, о том, что и цирк, и и уличный театр не очень обласканы средствами массовой информации. И после того, как откроется отделение продюсеров цирковых, я предлагаю открыть отделение, наконец, театроведов, цирковедов, не знаю, каких-то людей, которые бы занимались исследованием цирка и уличного театра, и критикой профессионально. Потому что в этом месте у нас тоже существует огромная, огромная лапота. Но начать этот процесс мы можем с вами совместно на наше заседание в ближайшие три дня. Всех вас приглашаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что мы говорим на проколоменную секцию журналистов за то, что вы уделили нам столько внимания средствам массовой информации. Спасибо, и огромная просьба обращайте побольше внимания на цирк, он этого достоин. Спасибо. 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 Спасибо.